Прежде всего хочу сказать, что мое сообщение это не какая-то попытка раскрытия проблемы, это просто предложение постановки этой проблемы. Связано мое размышление с тем, что сколько существует платоноведение, столько существует попыток подобрать какой-то ключ к своеобразию прозы, своеобразию языка и образной системы платонова с ее наложениями семантическими, лексическими, грамматическими сдвигами, отразделениями и так далее. Поэтому возникла идея такого экстра, что ли, медиального подхода, междисциплинарного, а именно попытки приложения понятия синестезии на разных уровнях, начиная с самого низшего уровня организации текста и кончая, так сказать, глобальной образной системой. Ну, сначала пару слов скажу о том, что я подразумеваю под словом синестезия. Как известно, это понятие лежит вне области гуманитарных наук, касается нейрофизиологии. Но я... да, и интерес к этой проблеме очень велик в гуманитарных науках всех ветвей, всех циклов. Ну, прежде всего, конечно, психологии и философии, преимущественной в эстетике, но и в языкознании, в самых разных ее ветвях, в лингвистической поэтике, в лингвистике, в когнитивной семантике и так далее, в литературоведении, в истории изобразительного искусства и в музыковедении. Это связано с тем, что гуманитарные науки сейчас претерпевают некий поворот к такому трансдисциплинарному, что ли, подходу к тексту их предметов. И этим поворотом условлен интерес к пограничным феноменам культуры, каковым является синестезия. Значит, что я имею в виду под синестезией? Конечно, феномен синестезии будет рассматриваться в контексте, прежде всего, перевода языка природы на язык культуры. Вот такого рода параллельные, так сказать, и трансдисциплинарные ходы сейчас довольно активно практикуются в гуманитарных науках. То есть в фокусе внимания не естественно научная основа этого феномена, и даже не сам феномен применительно к особенностям перцепции того или иного художника или писателя, а то, как природное явление трансформируется в категорию коммуникации и художественного осмысления. При этом, естественно, перевод языка природы на язык культуры понимается широко. И понятие синестезии будет интересовать нас преимущественно в аспекте структуры художественного текста, а именно того, как перцептивный опыт нашел воплощение в знаковой системе, в данном случае Платонова. То есть синестезия выступает в этом смысле, в расширительном смысле, как агент интермедиальных связей, как своего рода фермент, который ускоряет процессы взаимного периода, различных видов чувственного восприятия и переживания, видов искусства и семантических комплексов. Зрелый Платон в конце 20-х, начало 30-х годов работал в ситуации, когда возникло некое наложение опыта, прошедшего уже постфактум опыта авангарда, на новую волну символизма. Поэтому я очерчу опорные точки синестезии, которые возникают в символизме и в авангарде, с другой стороны. Ну, если говорить коротко, то синестезия символического типа предполагает, прежде всего, акцент на отношении, на отношении между элементами, между перцепциями и так далее. А как музыка соотносится со звуком, как звук соотносится со зрительной перцепцией, и возникают такие метаморфозы чувственного опыта. И синестезийная образность символистов идет рукооборку с их интересом к языку, к анализу заложенных фонеми смыслов, к конечному итогу к отношению, как принципу построения формы ее рефлексии. В авангарде на смену отношению приходит в синестезии принцип отождествления. Отождествление устанавливается в рамках обеществления знака, который соответствует общей установке поэтики авангарда, когда картина, слово, звук становится вещью, и тем самым возникает вот такая перемычка, мост. То есть речь идет о семиотическом механизме отрыва, означающего, отозначаемого его опредмечивания посредством приема остранения. И вот синестезия как творческая, как теоретическая проблема, и художественный прием выступила в качестве улики следа символизма, этого фаэровозного эхо-символизма в позднем авангарде. Но это можно видеть и в примерах изобразительного искусства, что мне гораздо ближе, в большом объеме. И в частности, это может служить одним из ключевых, может быть, к пониманию прозы зрелого Платонова. Ситуация, которая сложилась в советской русской культуре на рубеже 20-30-х годов, появилась питательной почвой для идеостиля Платонова. Нам неизвестно, был ли Платонов синестетиком. То есть тут следует различать синестетический дискурс, а именно рассказ о себе как о синестетике, что было широко представлено у Набокова, скажем, и синестезию как художественный прием, как способ транспонирования кодов. То есть Платонов не заявлял о себе в контексте синестетического дискурса. Таких высказываний не найдено ни в опубликованных произведениях, насколько мне известно, ни в рукописном эпистолярном наследии писателя. Однако наложение опыта авангарда на новую волну символистической образности, не символизма, а символистической образности, прошу обратить внимание, в искусстве и литературе тех лет в прозе писателя обнаруживается среди прочего, вот как я уже сказала, педалируя эту свою идею сквозь призму синестезийного начала его художественной риторики. Синестезия в творчестве Платонова заслуживает внимания, поскольку высвечивает очень важные основания поэтики и модели мира мастера, узлы сочленения низших уровней с высшими, пользуясь выражением бессмертной статьи Елены Толстой-Сигала. Между тем, в научной литературе по Платону эта тема до настоящего времени, насколько мне известно, не привлекала широкого внимания. Для анализа частотности структуры синестезийных тропов нами были привлечены романы. Тексты Чебенгур, повести Котлован, также рассказы в 20-х, начало 30-х годов, река Патудань, Юльская гроза и более позднего в прекрасном и яростном мире 1947 года, также ряд других. Такого рода выборка представляется достаточно широкой для обоснованности выводов, и при этом умещается в интересующий нас отрезок времени. В фокусе нашего внимания принципы и типы синестезии относительно условно выделенных нами в качестве превалирующих в символизме, то есть это принцип отношения, и в авангарде принцип отождествления, тождества, наложения, и то, как они встроены в общую систему поэтики мастера в указанные периоды его творчества. Начнем с того, что синестезийные трупы – это нечасто встречающийся, но все же довольно распространенный механизм образности Платонова, и он возникает в таких узловых, так сказать, сильных в семантическом плане точек. Какие органы чувств участвуют в синестезийной перцепции героев-писателей? Чаще всего эта синестезийная образность у Платона опирается на концепт зрения, мотив глаза резко маркирован. Частотный и семантический глаз явно выделяется среди обозначений частей человеческого тела, а также в плане обозначений органов чувств и сферы восприятия. Это особенно показательно, если учесть, что для мира Платонова характерна слабая визуализованность. Антропоморфный пейзаж Платона описан экзистенциалами, а описание человеческой внешности сведено к минимуму. Между тем непременный атрибут этого минимума – глаза, зрение. Мотив глаза обнаруживает валентность по отношению к центральным для Платонова мотивным парам жизнь-смерть, в этом же ряду сон и мусор, пространство-время, небо-земля, свет, тьма, далекое-близкое. Акт зрения подчеркнут часто встречающимися тавтологическими конструкциями, типа смотреть глазами, и тем самым дезавтоматизируется. Значимость концепта зрения в мотивной структуре позволяет установить ее соответствие с наиболее значимыми координатами космоса Платонова. Существенно отношение глаза к пространству и времени, которые являются объектами зрения. Он зрит пространство, зрит время. Характерна выраженность негативных модусов времени и пространства в соотношении с мотивом глаз. Так пространство нейтрализуется как видение пустоты, а время ускользает. Время тоже объект смотрения. Это из Котлована, не буду занимать ваше внимание примерами, это всем достаточно известно в платоновической аудитории. Чрезвычайно значима для топики Платоновой пространственность самого зрения, который реализуется посредством оппозиции открытые и закрытые глаза. Глаза персонажей Платонова или открытые, или закрытые. Причем закрытые глаза явно превалируют над открытыми. Так, в Котловане 20, в Четвенгурии 20 против 13, в Котловане 14 против 7, то есть в два раза. В соответствии с дистопической доминантой у Платонова яснее зрится удаленное и высокое, в то время как близкое сопряжено с затрудненным зрением. Зрится тьма, мгла, неясно видно, заволокло глаза и прочее. Пелена, затрудняющее зрение, сужит границы между мирами. Зрение с закрытыми глазами обуславливает резкое преобладание невидимого над видимым. Устойчивое преобладание невидимого, зримого над видимым, незримым прослеживается во всей мотивике зрелого Платонова и в контексте мотивики существования, истончения существования, циклического движения от жизни к смерти и наоборот, и отсылает к мифопоэтической теме противостояния мира мертвых и живых, которые, как известно в мифологической картине мира, невидимы друг для друга. Границей служит и вода в аспекте мотива глаз, выступающая как слезы, тоже своего рода некая преграда, полупреграда ясному зрению. Мотив слез является постоянным рефреном темы глаз у Платонова, и таким образом в концепте зрения у Платонова акцентируется граничность. Видимое и невидимое всегда артикулировано у Платонова как результат взаимодействия зрения с оппозицией, света тьма. Свет сопутствует постоянному мотиву зрения, в этом отношении проявляется парадоксальность концепта зрения. Освещенное чаще всего не видно, а и солнце сопряжено со слепотой, в то время как открыто зрению то, что скрыто темнотой. Да, я успеваю. Характерен оксюморон темный свет в глазах, зримое закрытыми глазами – это внутреннее зрение, и потому парадоксальным образом свет проникает в смежившиеся веки, а открытыми глазами зрится тьма. Благодаря всем этим негативизмам, отрицательное пространство, отсутствие памяти, взгляд посредством закрытых глаз, доминанта смерти над живым, зрительное восприятие осуществляется как бы вопреки сенсорной органике, как бы выходит за пределы зрения. Ущербность зрения, слепота и закрытые глаза сочетаются со сверхзрением, обособляя от всего остального тела, глаза обретают автономное существование. Это созерцающее зрение, превышающее возможности обыкновенного зрения. Это внутреннее зрение, прозрение будущего, а также взгляд одновременно изнутри материнской утробы и из того света. Такое сверхзрение активизирует архаический синкретизм чувственного восприятия, который, собственно, лежит и в основе синестезии. Ярким примером этого образа сверхзрения, в котором сведены воедино световые и зрительные коды, служит рассказ о прекрасном яростном мире, герой которого, как известный машинист-паровоза, внезапно слепнет от разряда молнии, мифопоэтический образ, но продолжает вести машину, повинуясь внутреннему зрению. То есть реализованно, амонимея, я вижу желтый свет, цитата, говорит прозревший машинист, «Ты видишь теперь весь свет», отвечает помощник. Зрительный код у Платонова часто контаминирован со звуковым кодом, причем, опять же, в негативном модусе. Так зрению часто сопутствует мотив молчания и немоты. Отсутствие звука, тишина является объектом зрения, весьма распространены параллелизмы звуковых и визуальных значений, и сумрак сравнялся с тишиной. Наконец, звуковые характеристики переносятся на характеристику глаз, смолкшие глаза Насти в котловане. Особенно выразительный пример синцезийной образности в сочетании зрительного и адрестического кода. Опять там же, в котловане, Настя зажмурила от вони глаза. И я уже кончаю. Высокой значимостью у Платонова отмечен мотив «одноглазие». Более того, «одноглазие» с несомненностью отсылает к его видению России, что в сочетании с отмеченностью тьмы по отношению к ней формирует метафору современного Платонова состояния страны и общества. В мотивах двоичности «одноглазие» проявилась характерная для Платонова парадоксальная логика утверждения посредством отрицания, ставящая их в один ряд с виновами зрения закрытыми глазами, а также глазами смолкшими и забывшими. Нетрудно уследить связь между апофатической риторикой, риторикой отсутствия речи, одноглазие и мотивом мира, плоти жизни на грани его небытия, а также вещи, дошедшие до своего края, цитирую Владимира Николаевича Топорова в его описании мотива мусора у Гоголя. Состояние на краю бытия, когда все чувства сведены в единый пучок, порождает в рамках поэтической системы Платонова эту самую синестезийную образность. Ну и вот в завершении скажу пару слов о том, что примеры синестезийных тропов у Платонова показывают, что опыт авангарда был очень значим для писателя, явился одним из конструктивных компонентов его поэтики, вот в этом отождествлении разных кодов, вложении их мотив глаз в платоновской трактовке отсылает непосредственно к опыту визуализации в творчестве ведущих мастеров живописи авангарда, таких как Филонов, Малевич, Матюшин. Особенно значимым представляются типологические и семантические схождения между поэтикой Платонова и идеями зрелого Эйзенштейна, в частности в идее синкретизма, как высшие и одновременно наиболее древние формы постижения невидимой стороны мира, а также одноглазие, как предельные интенсификации зрения парадоксально. То есть сочетание этих полярных модальностей в зрительном коде Платонова легко могут быть отнесены к авангарду в изобразительном искусстве, это комбинация визуальности как вне меметичности и сверхвизуальности, как расширенное зрение, синкретизм внутреннего зрения, как дополнительное измерение зримого мира, поисками которого по-разному занимались различные представители авангарда. Субъективизация зрения, восстановление первоначальной семантики ума и прозрения, а также значимого в зрительном коде мотива Светова, особенно в его парадоксальной, деструктивно-тонатологической доминанте, выявляет связь в поэтике Платонова, которую можно обозначить пози-символизм плюс авангард. Спасибо. Спасибо большое. Может быть, вопросы еще есть? Скажите, пожалуйста, вот художественный текст состоит из нарратива. Представатель обращается к героям, описывает, и герои обращаются друг к другу. Одним словом, есть внутренняя коммуникационная такая система в художественном тексте. Вы учитываете ее, или для вас все равно, кто на кого смотрит, вы просто берете глаголы и, так сказать, снимаете этот слой полностью. Спасибо. В данном случае мне все равно. Вы говорили о мотиве одноглазия Платонова. В каком произведении, о чем это речь, и как это связано с, ну, не с вашей даже темой, а, может быть, с идеями Платонова? Итак, мотив одноглазия. Вы знаете, я, чтобы не занимать внимание, просто отошлю вас к своей книге, где специальная глава этому посвящена, поэтика, мотивика прозы Платонова. И если можно, я в куларах вам поясню, что именно, на какие именно вещи я опираюсь. В фокусе у тебя, Наташа, зрительный код Платонова, но у меня такой, возникает такой вопрос. Можно отожди взгляд? А, спасибо. Зрительный код – это то же самое, как синестезия, потому что я думаю, что это разные вещи. И зрительный код бывает практически у всех писателей. И это, по-моему, это разные проблемы. А у тебя внимание, твое внимание сосредоточено было только на зрительном коде. Я не знаю, как ты это, как можно понимать это. Ну, знаешь, это, конечно, только постановка проблемы. Естественно, зрительный код – это зрительный код. Я постаралась показать, во-первых, его особенности этого зрительного кода. Зрительный код у него реализован посредством отрицания-отрицания. То есть это вот такое отождествление авангардное. Зрится тьма и так далее, и так далее. Кроме того, то есть имеет место, конечно, такое миф-поэтическое, некая подкладка, ну, не подкладка, а, собственно, огромный вектор его прозы и все образные системы, естественно, обращающие нас к оппозициям фундаментальным – жизнь, смерть, живые и мертвые и так далее. И в этом смысле можно говорить о синкретизме этого зрительного кода. Для Платонова очень характерен этот плац архаического синкретизма, который, по сути дела, является одной из манифестаций синестезийности, принципа синестезии. Известно, что в основе архаической культуры лежит синестезийный перцептивный опыт. Язык образовался из жеста и так далее, и так далее, и так далее. Единство слова и ритуалы, опять же, это по-русски и прочее. Кроме того, значит, это первое – это синкретизм, особенность зрительного кода Платонова, который нас выводит к возможности, может быть, рассматривать на низшем и высшем уровне эту образность сквозь призму синестезии. А кроме того, есть очень малочисленные, но значимые соприкосновения с адеристическим кодом и с звуковым кодом. С молкшей глаза, с речевым, с звуковым, в широком смысле это звуковым, и адеристическим, который Настя, которая заслонила глаза, от вони. А весь комплекс таких миф-поэтических представлений уже в таком экстраполированном виде, экстраполированном уже, собственно, на нарративную ткань, вот можно проследить в рассказе в прекрасном и яростном мире. Спасибо. Нет больше вопросов? Нет, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.